Мелкое хулиганство. Безусловно, общество дает негативную оценку данному проявлению несоблюдения установленных норм общежития, правил и требований. Стоит отметить, что действующее законодательство, в частности статья 20.1 Кодекса об административных правонарушениях, формулирует следующие требования в части обеспечения правопорядка. Мелкое хулиганство – это нарушение общественного порядка, но не само по себе. Оно выражается в явном неуважении к обществу, сопровождается нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительными приставаниями гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Обращаю внимание, что характерной чертой хулиганства всегда является его беспричинность. И государство достаточно резко осуждает правонарушителей в этой части, устанавливая размер административного штрафа от 500 до 1000 рублей. Как правило, это незначительные по своей характеристике правонарушения, которые рассматриваются как мелкое хулиганство. Но следующая санкция – это административный арест на срок до 15 суток. Если мелкое хулиганство совершается в контексте неповиновения требованием представителя власти, либо иного лица, который исполняет обязанности по охране общественного порядка, что штрафные санкции начинают увеличиваться. И законодатель их определил как от 1 до 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Обращаю внимание, что данная характеристика правонарушения составляет как бы три части. И каждой из них достаточно для того, чтобы быть признанным в совершении данного правонарушения. Это либо нецензурная брань в общественном месте. Общественное место – это общедоступное место, где нет ограничений с точки зрения появления других граждан нашего общества. Второе – это оскорбительное приставание гражданам. И третье – уничтожение или повреждение чужого имущества. Если обращаться к уничтожению или повреждению чужого имущества, то здесь также Кодекс административных правонарушений устанавливает отдельную статью. Как в рамках совершения акта мелкого хулиганства, так и умышленного – уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли значительного ущерба. Причем значительный ущерб здесь определяется законом как сумма свыше 5000 рублей. Обращаю ваше внимание на данную категоричность действующего законодательства и санкцию, которая влечет, безусловно, помимо возмещения вреда причиненного или ущерба другому лицу, но и административный штраф от 300 до 500 рублей. Редактор субтитров А.Семкин